Многие соликамцы стали свидетелями, как в среду в центральном сквере появился металлический каркас. Устанавливают главный новогодний символ сотрудники ПМК-11. Ель достигает высоту 12 метров. Монтаж и украшение ели займет несколько дней. Также на Воскресенской площади уже появились ледовые кубы. Это материал для будущего городка. Нами принято решение, что готовый ледовый городок и смонтированная елка должна появиться не позднее 21 декабря. Но наши подрядчики понимают и анализируют погоду, необходимы какие-то другие условия. И принято решение начать работу уже на этой неделе. Возможно, что к концу этой недели, либо к началу следующей, ель в центре будет смонтирована. Зеленая красавица не новая и сопровождает новогодние праздники соликамцев все последние годы. Что касается елки в северной части города, то она появится позднее. Это вынужденная мера – защита от воришек и вандалов. А вот главную ель соликамской возьму под охрану почти на целый месяц. Ничего не поделаешь. Очень любят наши жители новогодние украшения. Каждый год мы сталкиваемся со случаем вандализма. Снимают и нижние ветви ели, и декоративную светотехнику снимают. То есть это каждодневная проблема. Поэтому, возможно, нужно обратить внимание жителей и горожан города, если видят пресекать данные попытки неизвестных лиц. Что касается ледового городка, то его строительство снова доверено пермским скульпторам фирмирмак. Средство на возведение городка вновь выделила компания «Уралкалий».